Глиняная игрушка, ткачество, лоскутное шитье, вязание крючком. Провести лето с пользой предлагает Староскольский дом ремесел и приглашает на бесплатные мастер-классы. Творческие занятия проходят каждый вторник и четверг в 10 утра. Сегодня в доме ремесел особенные посетители. Мастер-класс по лепке глиняной игрушки прошел для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята создавали чудо своими руками. За 20 минут серенький комочек глины превращали в певчую птицу. А еще можно было сделать колокольчик или пройтись с экскурсией по залам дома ремесел. Я делала такой сеток, а еще делала колокольчик, сеток. Мне понравилось. Здорово. С первого раза у меня не получилось. Мне помогли сделать ее. Но отверстие я сама уже сделала. И клювики, и сама. Мне было очень интересно. Я сначала думала, что это будет очень легко, но это так не оказалось. Я сюда приехала к бабушке. Я тут не живу. Я живу в городе Раменска. Но там у нас нет вот таких кружков. Свистулька очень красивая. Мне нравится лепить. Я хорошо провела день. Сегодня мы слепили птичку, которая свистит. Причем свист получился у каждого ребенка свой. У кого-то звонкий, у кого-то более приглушенный. Но это настолько интересно, настолько позитивно. И работа с глиной, и сам результат. Сам он не справится, но с удовольствием учится. Что может, заглаживает пальчиком, сминает. То есть каждый раз он делает больше и больше. Моей помощи становится меньше. Это радует. Бесплатные мастер-классы в Доме ремесел проходят каждый вторник и четверг в 10 утра. Под руководством опытных мастеров можно освоить лепку из глины, ткачество на бердах, вылоковаляние, лоскутное шитье и вязание крючком. Зачастую дети мало что умеют делать руками. А взять иглу в руки. Эта моторика развивается. Глина. Мало того, что она развивает моторику, но она также и лечит. И развивается интеллект у ребенка. Логическое мышление. Это целый мир, который практически почему-то отошел на второй план и многие о нем забыли. К нам может прийти любой человек. Это будет интересно и познавательно. Ольга Шалыгина, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.